Низкая урожайность в этом году стала причиной банкротства многих хозяйств. Всему виной заморозки и засуха. А еще и прошедший град, который усугубил сложившегося ситуацию. Какие убытки терпят аграрии Адыгехабльского района, какие культуры пострадали больше всего, узнавала Альбина Ламкова. Адыгехабльский район аграрный. На его территории 21 900 гектаров пахотных земель, которые всегда обрабатываются землепашцами. Заморозки после аномально теплой зимы, засуха в весенний период, да и прошедший град, стали причиной гибели планируемого урожая у сельхозтружеников. Ни спахано, ни сеяно, ни одного клочка земли не остается. Мы почти 7 лет первое место в республике держали по урожайности, по культуре, по всем этим. А за последние эти два года, в 2018 году тоже засуха была. И в этом году, вы сами видите, такое еще человечество не помнит, как в этом году. Ни одного качана нету, початки нету. Из-за неоправданных прогнозов на урожай сейчас фермерам приходится подсчитывать убытки. В итоге 10 900 гектаров кукурузы погибло, а подсолнечника пострадало около 600 гектаров. Не удалось спасти и 180 гектаров свеклы. В прошлые годы уже в эти дни полным ходом шла подготовка почвы к следующему сезону. На сегодняшний день ни одного гектара не вспахано. Аграрии в минусе и денег на обработку земли нет. 1800 комбайн стоит, плюс солярка. Где-то мы 2800 будем выходить, для того, чтобы ее скосить только. Почему? Потому что ее ничем не уберешь. Дерновать ее невозможно. Почему? Потому что дискатор будет забиваться. Жечь. Початки этот ствол будет оставаться. Помимо подготовки почвы к следующему сезону, труженики села должны расплатиться спащиками, так как земли взяты в аренду у них. Стоимость каждого пая составляет 25 тысяч рублей. Страшнее не было. И говорят, что за последние 70 лет такого не было. Потому что даже при всходах пшеницы, зерновые у нас были, все технологии мы соблюдали 8-10, 20, но не более. А на Кукурузе вообще ничего нет. Почему? Потому что, во-первых, он рост не набрал, во-вторых, даже для силоса, для того, чтобы на зеленую массу пускать, этого тоже не вышло. Убыток в хозяйстве Роберта Ашбы составил 4 миллиона рублей. Он, как и многие фермеры, рассчитывает на государственную поддержку. Иначе в следующем году средств для обработки земли из-за накопившихся долгов просто не будет. Альбина Ламкова, Марина Кушпова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Адыихабльский район.